Математику надо не зубрить, а любить. С таких слов начал международную конференцию Фредерик Костель. Французский математик приехал в набережный Челнинский педуниверситет, чтобы обсудить с российскими коллегами актуальные проблемы физико-математического образования. Почему точные науки перестали пользоваться популярностью и как эту ситуацию можно исправить. Такие вопросы стояли на повестке дня. В актовом зале НГПУ собрались преподаватели вузов, школ и студенты. По словам главного гостя Фредерика Костеля, точные науки тяжело даются ученикам не только в России, но и во Франции. Необходимо, чтобы учитель не зацикливался только на теории. То есть, если дать возможность ученику подумать, поразмышлять, помочь ему, посмотреть, в каких местах он может столкнуться с трудностями, то в этом случае все проблемы можно решить достаточно быстро. Обязанность преподавателя — научить ребёнка понимать основы математики, решать задачи самостоятельно, а не зубрить формулы, уверен Фредерик Костель. Его мнение разделяют и российские педагоги. Когда к нам приходят первокурсники, мы видим, что они знают, например, математику очень точечно. Они знают те вопросы, которые входят в содержание единого государственного экзамена. Физика, математика — это фундаментальные, это мировые такие предметы. Там сложно, понимаете, учиться трудно, заниматься трудно, защищаться кандидатски, докторски трудно. Поэтому по наименьшему сопротивлению идём все. Поэтому вот и упадок. Педагоги отмечают нехватку преподавателей физики и математики. Выпускники всё чаще выбирают такие направления, как реклама, пиар и связи с общественностью. В НГПУ намерены решить проблему кадрового дефицита. В этом году здесь откроют факультет математики и физики. Упор в обучении будущих учителей будут делать на астрономию. Виктория Евсеева, Кристина Маматова, Ильнар Мустафин, Челны, 24.